Не лишать себя любимых блюд, иногда позволять себе маленькие слабости и при этом худеть. Возможно ли это? Наш сегодняшний гость считает, что абсолютно возможно. Это «Качество жизни» с Ольгой Митрофановой, и мы начинаем. Сегодня у нас в гостях фитнес-тренер, а сегодня я еще с удовольствием представляю ее как автор книги по правильному, но вкусному питанию. Настя Эрлих у нас в гостях. Настя, добрый вечер. Здравствуйте, Ольга. Очень приятно, что меня пригласили. Сегодня вот захватила с собой небольшой кусочек своей книжки. Мы подскажем, что она существует в электронном виде, мы просто попытались ее так материализовать для того, чтобы... Но у меня первый вопрос, который связан как раз с тем, в своей книжке вы пытаетесь рассказать, что можно есть вкусно, можно не лишать себя любимых продуктов и при этом оставаться в прекрасной физической форме, что, собственно, вы сами и демонстрируете. Конечно, грамотно сочетая и образ жизни, и питание. Но, во-первых, это реально? Вообще, правильное питание – это как раз про образ жизни. Если человеку хочется выглядеть красиво, здорово, естественно, он будет выбирать что-то из продуктов более попроще, но при этом, так скажем, соблюдать баланс вкусного и правильного. Вот вы сейчас сказали попроще. Мне кажется, у многих есть предубеждение такое, что вообще правильное питание – это про что-то очень дорогое. Это когда у тебя дольки свежайшего авокадо нарезаны на завтрак на каком-то цельнозерновом хлебе. Это когда у тебя лосось, выловленный с утра, который подается на стол к обеду, и на ужин какой-то лично заквашенной молочной продуктой, фуагра, посыпанная семенами чья. Чья, да, например. То есть это что-то совершенно запредельное, и там круглый год должны быть свежие ягоды непременно, в январе, например. Вы говорите, что нет. Вообще правильное питание – это еще и просто. Это возможно? Это просто, это на самом деле дешево. Многие вот, кто приходит ко мне, они говорят, я там в месяц постоянно трачусь очень много, а тут я пришла, и я как купила себе на целый месяц, и купила еще вдвое меньше, потратила денег, и это так вкусно. Еще экономить учите. Да, еще и детей там подкармливают, и собачек своих маленьких подкармливают. Говорят, очень вкусно, очень так полезно, сытно. Прям и еды вот много, на самом деле. Так, давайте тогда, мне кажется, что так просто не бывает, когда и вкусно, и дешево, и от этого еще и не поправляются. И полезно. Да, это знаете, как в анекдоте, да, когда все самое приятное в жизни, да, от этого, да, или толстейше, или вредно для здоровья, или еще что-то. Вот в вашем случае все совершенно по-другому. Ну, давайте я вам просто покажу пример, да, на свои книги рецептов. А давайте, да, пример. Книги рецептов. Нам нужно составить завтрак, например. Кто-то считает, что для того, чтобы не поправиться, нужно есть кашу на воде с очень маленькой порцией, а хочется, например, оладушков со сметаной или с вареньем. Творожники. Да, давайте какую-нибудь альтернативу. Творожники. Что здесь вот должно быть? Овсяные хлопья. Берем овсяные хлопья. Да, творог 5%, яйцо и мед. Но мед, почему обычно мед? Потому что сахар, это все-таки такие пустые калории, и, ну, когда вы худеете, вам и так кушать хочется постоянно. От того, что вы кушаете сахар, еще лишние килокалории и сытости нет. А мед, он как-то более натуральный и все равно дает этот... Больше пользы. Да, и польза, и все. Мед мы разогреваем в микроволновке 30 секунд. Все ингредиенты смешиваем вместе в одной миске до однородной массы. Делаем форму, которая нравится, то есть там можно и сердечки, и все, что захотите. И отправляем в духовку на 20 минут. 20 минут. На сковородке не жарим? Можно, нет, можно сделать на сковородке. Я знаю девушек, которые не имеют ни микроволновку, не имеют духовку. У них есть вот только сковорода. Можно там капельку добавить, какого-нибудь масла, например, либо жарить на сухой сковородке. С двух сторон обжарили, и все. Ну, пожалуйста, творожнички. Есть творожный десерт. То есть тут то же самое. Это уже для любителей десертов, когда сладкого хочется, например, к чаю. Можно так, да. Но ты понимаешь, что булочка со сливочным кремом... Нет, все-таки можно на завтрак. Давайте сейчас попробуем проанализировать завтрак, да. Вот какие еще варианты. Хорошо, сегодня я попробовала творожники. Завтра. Завтра мне опять захочется чего-нибудь вкусного. Например, яичница с беконом и при этом еще булочкой для того, чтобы все это макать. Какие альтернативы? Сейчас, сейчас, сейчас. У меня тут есть для вас... У меня тут есть и банановый хлеб, да? Вот это прямо из такого сладенького. А есть... Сладенький, сладенький, это отдельная история. Потому что все считают, что худеющим как раз сладенькое вообще противопоказано. И можно только иногда посмотреть в эту сторону, в сторону сладенького. Нашла. Рецепты с яйцом у нас. Яйцо в хлебе. Пожалуйста. Яйцо и хлеб. Это же холестерин и калории. Ну, хватит вам холестерин. Холестерин, если только проблемы есть с ним, да? Тогда, естественно, там одно-два яйца можно. А так вот прям, что там здоровой женщине холестерин и там нельзя-нельзя. Нет, такого нет. На самом деле это все мифы. Только если действительно есть вот прям проблемы. Итак, если нет особенных проблем с холестерином, мы привыкли есть на завтрак яичницу, чем можем заменить? Вот. Продолжаем читать яичницу. Яйцо в хлебе. То есть мы вырезаем мякоть из хлебушка. Кладем тоже самое на сковородку. Выливаем туда яичко. Обжариваем с двух сторон. Пожалуйста. Есть фритата. Это что-то совершенно необыкновенное. Да, тут уже придется немножечко поколдовать. Тут уже йогурт у нас идет, яйцо, растительное масло и овощи. Овощи, я всегда говорю, что можем их кушать в неограниченном количестве. Любые? Нет, только мы считать должны будем в колораж картошку, морковку и свеклу. Естественно, если это бобовые, мы их тоже считаем. То есть фасоль, например, она бобовая. Помидоров, огурцов, сколько хотите, хоть целый тазик себе намешайте, можете его кушать, но вы с него не поправитесь. Это клетчатка. Все то же самое. Яйца мы взбиваем, как омлет делается. Яйца взбиваем, добавляем туда уже овощи, которые нужны. Добавляем маслечко на сковородку и также обжариваем с двух сторон. Очень вкусно и сытно. А калории здесь на 100 грамм 339 килокалорий. Это какая норма суточная наша? Чтобы понимать, что нам три порции за раз сразу, наверное, не стоит съедать. У каждого же свое количество килокалорий. Если мы хотим худеть, то нам нужно сначала найти основной обмен, потом мы должны еще умножить на коэффициент активности, потому что все равно какая-то активность у нас есть. Мы ходим, занимаемся, гуляем, с детьми постоянно активно ведем образ жизни. Поэтому еще должны это учитывать. И от этого уже отталкиваться. То есть сколько нам можно. Потому что кому-то можно... Есть какая-то универсальная формула, Настя. Я помню, что в одной из предыдущих программ, когда мы как раз говорили о том, как наш образ жизни влияет на нашу физическую форму, вы предлагали рассчитать эту формулу. Чтобы наши зрители сейчас не искали, давайте им напомним. Как рассчитать свою суточную норму, если мы не хотим поправляться? Итак, мы умножаем 10, умножаем на свой вес. Это первая скобка. К ней добавляем уже 6,25, умножаем на рост. И потом эту скобку вычитаем из 5, умноженной на наш возраст. После вот этого всего мы ставим минус 161. Это высчитывается у женщин. У мужчин уже немножко по-другому считается. И уже идет формула основного обмена. Если мы знаем, что у нас есть еще какие-то физические нагрузки, то есть мы просто что-то делаем в течение дня, либо специально занимаемся, нужно ли там еще что-то от чего-то отнять или прибавить? Да. Вот этот основной обмен мы умножаем на коэффициент активности. Он у нас у всех разный. Можно в течение дня вообще минимальную активность 1,3, например. Мы умножаем на 1,3 коэффициент. Это там пойти выбросить мусор, сходить в магазин, приготовить, покушать и все. Кто-то занимается тренировками 3 раза в неделю, например. Или много ходит по 10 тысяч шагов. Кто-то картошку поехал сажать. Да, это уже чуть больше коэффициент активности. То есть это все, в принципе, в интернете можно найти в свободном доступе. У кого-то, может быть, вообще тренировки ежедневные. У кого-то, может быть, еще и к ежедневным тренировкам тяжелая работа. Грузчики вот они прям занимаются постоянно, что-то таскают. Это все активность. Естественно, у каждого организма свое потребление, количество потреблений. Поэтому сколько нам скушать фритаты, это уже индивидуально должно рассчитываться. Если собираетесь сегодня смотреть сериал, то, наверное, половинки порции будет достаточно. А если хотите после этого пробежать несколько километров, то можно и целую, и даже полторы порции съесть. Да, а еще можно добавить туда каких-нибудь чипсов к просмотру фильма. Каких-нибудь чипсов? Ну что я слышу от Лито-стренера? Там есть чипсы, там есть даже бургеры и шаурма есть. И на самом деле многие просто сильно заблуждаются, говорят, а как же я сейчас буду худеть, если я постоянно кушаю суши, роллы. Это же вот я люблю, они же вот там запеченные, там вот это вот... Да, рыба, это полезно. Сверху еще вот этот майонезик, вот капелька вот этого красивого майонеза. Ну как обычно, там нет ничего такого. Если разобрать этот состав, что там, там рис, там водоросли, там рыбка, там какие-то свежие огурчики, помидорчики, там мандаринки порой даже кладут, икра. То есть это все белки, жиры и углеводы. То есть то, что нам в принципе полезно и нужно. Там нет ничего лишнего. То, что там вот эта капелька майонеза, что она нам даст? Ну скушаем, ну что там, сразу плюс 5 килограмм? Даже плюс одного не будет. Это прекрасно, когда вы так успокаиваете, Настя. Но если мы будем говорить о вот суточном распределении приемов пищи, есть даже такая поговорка «завтрак съешь сам, обед разделись с другом, ужин отдай врагу». Что все-таки и даже система питания, которая предполагает, что основное наедание, если можно так сказать, калорий, оно должно происходить в первой половине дня. Вы с этим согласны? Кто-то, наоборот, сторонник дробного питания, кто-то интервального. Когда один прием пищи, а следующий, ну аж следующие сутки. И кому-то тоже помогает. Так все-таки грамотно. Вообще, действительно, правильнее распределять килокалории так, чтобы у вас на первую половину дня приходилось даже углеводов чуть больше, чем на вторую половину дня. Потому что вы вечером уже приходите с работы, вы отдыхаете, у вас активность уже снижается минимально. Поэтому уже сжигать килокалории не приходится. Все равно вы, ну, при том, что вы ложитесь и спите, вы дышите, у вас все равно потихонечку сжигаются килокалории, но это все равно уже будет не то. То есть основная активность, она в течение дня все равно будет. Вы там работаете, много ходите, занимаетесь с детьми, там, ну, чем-то еще занимаетесь своим любимым, домашними делами, например. По поводу именно колоража, как вот я составляю питание. То есть это пять раз в день. Мы делаем завтрак, перекус, потом обед, потом опять перекус, и потом уже ужин. Ужин обычно я даю белковый, но стараюсь исключать молочные какие-то продукты, потому что у них, если прям уже углубляться, да, гликемический индекс высокий, и от этого мы наутро просто получаем отек. Это не означает, что творог там или молоко – это не… Кисломолочные продукты, которые у нас традиционно стараются съесть на ужин. Да, то есть это не означает, что молочные продукты, в принципе, это неправильное питание, не ПП. Нет, это не так. Не ПП – это тогда, когда мы идем в магазин, покупаем чипсы, смотрим состав, а там Е всякие, там, добавки, какие-то красители, ароматизаторы. Вот это да, это уже вот из того, что запрещено как бы кушать. Конечно, это можно скушать, когда это чипмил, но так не рекомендуется вообще. Можно тогда немножко разобраться с чипсами, потому что несколько минут назад вы сказали, что и чипсы, и бургеры можно. Или это какие-то особенные чипсы и бургеры. А вот то, что в пачке в магазине, это для людей, которые стараются следить за здоровьем и за своей физической формой, это не то. Ну, если мы приготовляем чипсы дома самостоятельно, из лаваша, например, или из самого того же самого картофеля, это состав рецепта этого простой. Мы уже знаем, что там лежит, и все. То есть это сильно не навредит. И мы точно сможем высчитать примерно калораж. Ну, там, грубо говоря, 500 грамм картофеля мы взяли, да, его там, почистили, порезали масло. Сколько мы добавили масла там? Пусть будет 10 грамм масла мы добавили, в этом всем обжарили. И добавили туда соль, например, да, или там какую-нибудь там паприку сладкую, там еще что-нибудь можно добавить. Все, из этого мы можем точно высчитать, какое количество килокалорий. То, что дается нам в пакете магазина, мы уже не очень уверены. То есть это и влияние на наше здоровье, и вот эти вот высыпания, которые мы все очень не любим, и они вот, мне 26, они до сих пор высыпают. То есть, скушай что-нибудь не то, и все, и прям раз, и обсыпала. Конечно, проще сделать это дома. Оно и вкусно, и полезно, и рецепты они также все есть, все дается. И даже если вот прям очень хочется там какой-нибудь шаурмы или бургера, пожалуйста, все там есть. Даже если хочется тортик Наполеон. Да, даже Наполеон и даже тортик, все там есть. Пожалуйста, кушайте на свое здоровье. Настя, давайте мы сейчас рецепт тортика для тех, кто хочет Наполеон, прибережем немножечко. А я хочу вас попросить, знаете, что сделать? Я уже поняла, что вы за то, чтобы питание все-таки было равномерно распределено в течение дня с большим объемом калорий на первую половину дня. И получается, что вот просто какие продукты, тем более мы говорим, что это еще и дешево, мы используем в первой половине дня. Крупы, белки в виде яйца, молочных продуктов, да, тот же дворок, сыр, например. Это завтрак. То есть мы можем туда еще что-то включить. По большому счету вы, как специалист по правильному питанию, возражать не будете. Обед. Какие продукты нам нужны для того, чтобы грамотно выстроить свой обед? На обед больше приходится у нас белковая пища. То есть мы берем какое-то мясо, можно его обжарить, запечь, ну все что угодно. Это может быть рыба. При этом можно туда добавить также салатики любые, какие вам нравятся, это уже клетчатка, и также углеводы. То есть это могут быть макароны, например, это может быть... В обед можно? Можно, да. Это может быть и картошка какая-нибудь там тоже запеченная, например, с мясом, да это же очень вкусно. Или там тот же гречка, рис, макароны, ну что захотите. Можно даже поесть супчик, то есть нежирный супчик какой-нибудь куриный, пожалуйста. Если это борщ, тут уже надо быть аккуратнее, потому что некоторые готовят его очень жирным, еще при этом кусок сала там подают с чесночком, это же очень вкусно. Здесь уже нужно быть поаккуратнее. На ужин обычно дается то же самое, как и на обед. Если белки мы уже ели, и даже углеводы себе позволили в обед, а молочные продукты вы все-таки тоже рекомендуете употреблять первой половине дня, что остается на ужин? На завтрак у нас вот как было, да, то есть мы там, не знаю, кашку, например, сварили, да, или творог поели. В обед вот это вот белки и углеводы, да, и на ужин то же самое, как у нас на обед. То есть больше белков и еще чуть меньше углеводов. То есть если мы в обед кушали примерно равное количество белков и углеводов, то на ужин мы уже наоборот углеводы снижаем, а белки можем оставить либо такими же, либо чуть-чуть повысить. То есть посмотреть нужно еще по колоражу. То есть если прям очень надо влезть, да, тогда мы обязательно смотрим. И опять же салатики, потому что я знаю, что люди, при том, что они кушают пять раз в день, они все равно порой им прям хочется вот кушать прям надо. То есть не запрещая, пожалуйста, кушайте салат. А что тогда в качестве перекуса рекомендуете использовать? В качестве перекуса у нас орешки, различные. Ну там ведь тоже можно калорий и углеводов набрать большое количество. Нет, орешки это про растительные жиры. То есть это растительные жиры. Это могут быть какие-то злаковые батончики. То есть тоже вот такое, что-то более растительное. Это может быть и кефир, да все что угодно. И фрукты можно и добавить, и какие-то овощи в виде морковки, например. Все любят, да, потем морковочку, сахаром еще так присыпала. А сахар, то есть тоже с этим аккуратненько все. И сидишь прям лопаешь, и там с яблочком, ну очень вкусно. И людям очень нравится. И полезно, и сытно, и здорово. Значит, давайте с вами тогда попробуем рассчитать, во что может обойтись вот такое вот правильное питание в течение суток. И что, например, вы бы рекомендовали купить на неделю для того, чтобы потом вот грамотно использовать это в рационе? Ну вот давайте. У меня тут как раз все есть. Калькулятор? Нет, он у меня прям... Гайд у меня есть по дешевому ПП, правильному питанию. Давайте так. Вот тут примерно есть у меня рацион на 1700 килокалорий. То есть примерно в день это... Во сколько он нам обойдет? 221 рубль в день. В день 221 рубль. Это те самых три приема пищи, еще парочка перекусов. Открывайте секреты. Ленивая овсянка на завтрак. Перекус у нас шоколад. То есть обычно мы берем горький шоколад, чтобы он не был вот как Альпенгольд, например. Но не целую плитку. Да, не целую плитку, там примерно грамм 50, в принципе, достаточно. И как раз у вас не будет срыва. Что я хочу сладкое, дайте мне сладкое. Все это там есть. Дальше у нас тайский рис. Это курица с рисом, с морковкой, с помидорчиком. То есть все это обжарить можно. Это лаваш с сыром. То есть опять же лавашек берем, грамм 50. Также сыра берем, грамм 50. И все это делаем очень вкусно. Получается. Потом рыбка с овощами. На ужин. Да, рыбка с овощами. Рыбка это не обязательно должна быть. Какая-то очень дорогая рыба. Мы можем взять, например, хек, ментай. Ментай, любую. Вообще я очень люблю тунец брать. Правда, он уже в цене повысился. Уже в 200 рублей в день можно не уложиться. Да, уже не уложишься. Там одна рыбка уже 200 рублей почти стоит. Но тем не менее это все очень вкусно, полезно. И не особо дорого. Если прям разбирать по составу, из чего она состоит. Сейчас, конечно, то, когда я писала этот гайд, это было примерно года два назад. То есть нужно учитывать, что сейчас 220 рублей немножко вырастет примерно до 350. То есть учитывая ценовой диапазон, все очень в пределах разумного считается. То есть позволить себе может каждый. Настя, у нас остается немного времени. Мы дали такую затравочку, что даже если очень хочется сладкого, например, торт, кусочек торта или пирожный, у вас даже на этот случай есть советы, что приготовить для того, чтобы и не выйти за рамки правильного питания, и в то же время не отказать себе в удовольствии. Так, если мы говорим именно про сладенькое... Давайте что-нибудь сладенькое. У меня тут есть мороженое. Очень вкусное, кстати. Очень рекомендую всем. Можно показать прям крупным планом. ПП мороженое. ПП мороженое, да. Все очень просто, очень вкусно. Готовится также легко. То есть это греческий йогурт, да, в количестве 150 грамм. Либо мы заменяем ее на сметану. Нежирной сметаной. Да, 10-процентной. И любые ягоды. Можно взять свежие, можно взять замороженные. Можно все что угодно туда добавить, то есть как вам нравится. Все эти ингредиенты мы, естественно, смешиваем, заливаем в форму, какая вам нравится, и уже в холодильник убираем. Все, на лето это, ну, просто восхитительно. Это очень вкусно. Так, что тут еще есть? И если хочется тортика, давайте еще об этом. Сейчас я вам найду еще тортик. Он у меня тут был. Давайте. Я, кстати говоря, сама очень люблю Наполеон, при том, что мне, наверное, повезло, я достаточно равнодушно к сладкому отношусь, но вот то, мимо чего не пройду, это Наполеон, например. Наполеон сейчас покажу. У меня тут есть и шарлотка, и Наполеон, если хотите, и то, и другое расскажу. Давайте. То же самое, да? Наполеон для сторонников правильного питания. Да, обычный. Кажется совершенно невероятным. Обычный армянский лаваш, также в количестве 40 грамм. Ну, заменять дыней, я думаю, не стоит. Все-таки это Наполеон. Немножко крахмала, 10 миллилитров, добавляем туда же молока и мед. Естественно, это все аккуратненько слоями, то есть мы смешиваем начинку, так скажем, и слоями промазываем вот эти тонкие листы лаваша. Очень вкусно, немножечко постоял, пропитался, и прям очень хорошо. И, кстати говоря, достаточно быстро готовится, потому что мы берем готовый лаваш, не печем там 20-30 коржей тоненьких-тоненьких. Ну, и самое последнее давайте, да, шарлотка. Все любят шарлотку. Она очень вкусная, очень полезная в данном рецепте. Здесь у нас яблочки 300 грамм, ну, то есть, опять же, если вы готовите на большую семью, можно и побольше. Молоко, крахмал, лаваш и корица. Ну, кто добавляет, а кто нет. Я, например, не добавляю. Так, что мы делаем? Мы разогреваем все это в микроволновке, опять же, смешиваем, замешиваем тесто, добавляем туда уже яблочки, и в духовку выпекать. Все очень просто и вкусно. И мы не отказываем себе в сладком. Настя, наше время подходит к концу. Мне кажется, вы сегодня такой бальзам пролили на душу желающих похудеть, и при этом те, кто говорит, что, ну, я не могу отказать себе в сладком, в суши и даже в чипсах, как оказывается. Но, наверное, стоит напомнить в финале о том, что, наверное, мера все-таки нужна. И даже шарлотка, приготовленная с помощью правильного рецепта, если мы не съедим ее всю целиком одну, которую приготовили на семью, только тогда это все будет полезным. Конечно, во всем должна быть своя мера. Даже если вы кушаете одни яблоки или там одни бананы, имейте в виду, что если вы скушаете их килограммов пять, то все равно прибавка веси вам гарантирована. Поэтому кушайте аккуратно, понемножку, тут немножко, там немножко, и будете здоровыми, так сказать. Настя, спасибо большое. Я так понимаю, вашу книгу можно найти в сети. Как она называется? Это просто книга рецептов. Можно написать мне. Я вам также пришлю. И, в принципе, очень много различных у меня книг. Обращайтесь, буду вам показывать, рассказывать. Которые как раз помогают быть вашей путеводной звездой по правильному питанию и здоровому образу жизни. Спасибо большое. Скорое лето. Всем хочется быть стройными, причем быстро. Но, опять же, возможности позволяют. Сейчас будет много свежих фруктов, овощей, которые можно будет включать в рацион очень активно. Это все равно будет дешево. И с точки зрения правильного питания тоже очень правильно, простите за тавтологию. Поэтому ждем вас в нашей студии снова. Я думаю, что есть о чем поговорить. Спасибо, что были сегодня с вами. Это была программа «Качество жизни» с Ольгой Митрофановой. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok